Ребята, всем привет! Я наконец-то нашел корень зла, почему люди по-разному трактуют поворот налево в направлении главной. То есть я всем объясняю, что если вы едете прямо, у вас есть две полосы, главное поворачивать налево, поверут можно только с крайнего левого ряда. Либо главное поворачивать направо, можно поверут только с крайнего правого ряда. Но многие говорят как, ну это вот многие так пишут в комментариях, что если вы едете прямо, есть две полосы, главное поворачивать налево, А я с левого ряда поеду прямо, при том, что главное поворачивает налево, я съезжаю, мол, с главной на второстепенную, я должен показать правый поворотник и уступить тому, кто справа от меня едет по главной, и если я его вклепаю, будет моя вина. Он же едет по основной, он же едет по главной, и он не меняет ряд, и он поворачивает. Я думаю, да в чем же проблема, в чем корень вот этого вот всего. И тут комментарии я читаю, и люди пишут, что человек описал, как его раньше учили, я понимаю, что это было давно. То есть, ребята, кто учится в автошколе, кто учился в автошколе до 2013 года, так и объясняли, что основная дорога поворачивала налево, и можно было поворачивать с любого ряда. Но в 2013 году, это уже 10 лет назад, правила изменились, я вам постанову на экран выведу, то есть там постановление, и переписали пункт 10.4. И вписали в него приписку, что при повороте направо-налево, в том числе в направлении главной, водитель обязан занять крайне левое, либо крайне правое положение. Есть иной порядок, скажем, нерегламентирован. То есть, если есть знаки направления движения по полосам, крайне левый только налево, то со второго ряда можно поехать прямо и налево. То есть, если на перекрестке есть возможность поехать прямо, но главное поворачивать налево, то можно повернуть только с крайнего левого ряда. Нельзя повернуть с правого ряда налево. То есть вам должны разрешать знаки направления по полосам, либо разметка 1.18 прямо на асфальте, стрелками нарисовано, что крайний левый ряд налево, либо с двух рядов налево, либо крайний левый ряд налево, а с крайнего правого прямо и налево, тогда можно. Либо дорога имеет возможность поехать, ну скажем, вы можете поехать только в одном направлении, то есть главное поворачивать налево и прямо ехать некуда. То есть два ряда поворачивают, да, да, можно. То есть с 2013 года изменили правила и идет конфликт времен, конфликт людей, которые учились в разное время и по этому моменту спорят, понимаете? То есть раньше так людей учили. Я теперь понимаю, что они с пеной у рта доказывают, что мы едем по основной, по главной налево и это считается, мол, что они едут прямо, понимаете? То есть это не считается прямо, смотрите какой сейчас момент. Если вы едете, вот два ряда идет прямо, дорога по прямой, главное поворачивают налево на перекрестке, это считается поворот налево по главной. То есть в направлении главной вы делаете поворот и вы должны показать левый поворотник, чтобы поворачивать налево, а прямо дорога, она так и пошла прямо, как на обычном перекрестке, понимаете? То есть главная дорога сейчас, она не говорит вам, не регламентирует, с какого ряда куда ехать. То есть вам только может знаки, либо разметка регламентировать, с какого ряда вы будете поворачивать направо или налево. В том числе в направлении главной. Я вам покажу правила дорожного движения, видео сейчас ставлю. Покажу правила 2009 года и 2013 года. И в одних правилах эта приписка есть, в других нет. И с 2013 года началась трактовка по-другому. Ребята, смотрите, вот две книжки правила дорожного движения. Одна за 2009 год, другая за 2013 год, уже посвежее скажем. И здесь добавили маленькую-маленькую приписочку. Смотрите, пункт 10.4. Как было раньше, в 2009 году, перед поворотом направо-налево и разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Ну, начало вам прочитаю. То есть нет ничего не сказано о главной дороге, в направлении главной дороги. А здесь уже внесли, смотрите, перед поворотом направо-налево, в том числе в направлении главной дороги. И разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Вы поняли? То есть его переписали. И с этого момента, с 2013 года, стали по-другому трактовать правила и по-другому учить. Понимаете? Это уже 10 лет назад. Потому что раньше были конфликтные ситуации. То есть, к примеру, главное поворачивают налево с двух рядов. Две машины едут, поворачивают налево. А за поворотом всего один ряд. И они вдвоем не влазят. И начинают спорить. Помеха справа, ты мне должен, ты мне не должен. А по новым правилам с 2013 года, в правом ряду просто никого не должно было быть. Все должны были занять крайне левое положение, повернуть налево. С одного ряда, а не с двух. Ребята, ну давайте еще онлайн проеду. Вот я еду, смотрите, две полосы идет. Одностороннее движение идет, две полосы. Сейчас в конце будет главное поворачивать налево. Так вот, по новым правилам, которым уже 10 лет. Видите, главное налево. По новым правилам, которым 10 лет, повернуть налево можно только с крайнего левого ряда. Со второго ряда, с правого налево ехать нельзя Если я поеду сейчас по прямой, вот так, вы поняли, просто не буду поворачивать, прямо я пойду И кто-то меня с правого ряда так вклипает, бон по главной, типа по основной дороге шел Типа не менял направление, бон направление и главный ехал, вы будете неправы Это будет ваш косяк, поняли? Потому что когда вы учились в свое время когда-то, это было да, возможно так Я уже не помню, как там оно было, я бог знает, когда учился Но сейчас это по-новому Ну и то же самое касается, естественно, главное направо Тоже вы занимаете крайнее правое положение Если нет знаков, которые разрешают вам с двух рядов повернуть направо, вы поняли? Потому что сейчас не может быть такого, что вот смотрите, вот просто главное, да? Если с двух рядов можно ехать прямо, можно ехать прямо с двух рядов Не может быть, что с крайнего правого ряда вы можете вот так завернуть налево То есть сейчас, хоть у вас главная дорога поворачивает налево Хоть у вас, вот так как я вам сейчас только показывал, просто дорога идет прямо вы все равно занимаете крайне левое положение то есть как при обычном повороте то есть где не главное налево чтобы было уже не знаю понятно то есть вы по обычной дороге едете у вас главное налево не поворачивает вы занимаете крайне левое положение также надо и при главное налево точно также занимать левое положение смотрите еще раз вам проезжаю показывает главное налево с любого ряда можно поехать прямо и только с крайнего лево можно повернуть налево как на обычном перекрестке Где не главное налево, понимаете, да? И то, что я вам и говорил, что если вы поворачиваете налево в направлении главной, это считается поворот налево, как на обычном перекрестке. То есть да, вы едете в направлении главной, но вы поворачиваете налево. Крайний левый ряд взяли и повернули налево. И показываете левый поворотник в направлении главной. Направо поворачиваете, берете крайне правое положение в направлении главной, в том числе. Показываете правый поворотник и поворачиваете направо. Понимаете, как на обычном перекрестке. То есть, если у вас главное налево-направо, это не считается, что вы едете прямо. То есть, вы делаете поворот в направлении главной. Ребята, ну сейчас покажу вам еще немножко визуальных примеров. Причем найти перекресток, как оказалось, в Киеве не так-то просто, чтобы главное поворачивало налево с двух-трех рядов, либо главное направо поворачивало с двух-трех рядов. И не было светофора. Все крупные перекрестки идут через светофор. А если светофор работает, знаки приоритета не действуют. Вот, конечно, когда светофор там будет не работать, вот тогда будет как бы интересненько, скажем, уже тогда будут разногласия. Пока светофор работает, людям все понятно. И в основном перекрестки в Киеве, ну где главное поворачивать направо-налево, там по одной полосе. И если одна полоса всего, одна в одну сторону, одна в другую, главное поворачивать налево, либо направо, вы все равно это делаете с одного ряда. То есть, как бы не будет таких разногласий. А вот где главное с двух рядов, либо с трех, поворачивает, скажем, направо-налево, вот здесь вот возникает конфликт, скажем, времен. Да, одни помнят по-старому, что с любого ряда вроде как раньше учили можно было. Хотя, честно говоря, я учился в автошколе, давно это было, как бы я еще учился в 1900, по-моему, в 98 году. И я не помню, честно говоря, ну, как уже обучали, потому что я правила постоянно перечитываю. И когда произошел вот этот переломный момент, я, честно говоря, как-то и не обратил внимания. И, ну, и многие, кто ездит уже 20 лет стажа, у них 30 лет стажа, кто перечитывает правила. То есть вы правила выучили, вы их знаете, вы ездите 20 лет стажа, хороший профессиональный водитель, скажем, опытный, чему перечитывать правила. Он вроде как и все и так знает, но правила меняются. То есть нужно периодически перечитывать. За последнее время, по-моему, тоже где-то в районе 13-го года, главное стало по кольцу преимущество. Раньше такого не было. То есть что-то меняется. И понятное дело, что учитывая, что правила меняются, трактование может быть по-разному правил дорожного движения. В какой-то момент вы будете думать, что вы правы, а вы окажетесь неправым. И вот на этот случай вам нужно, чтобы у вас была всегда оформлена ОСАГО на ваш автомобиль. Потому что если вы кого-то догоните и будете неправы, то ваша страховка человеку заплатит. Понимаете? То есть вы не попадете, скажем, на деньги. А оформлять ОСАГО, где лучше всего, кто смотрит мой канал, на финансы, онлайн-страхование. Потому что там быстро, удобно оформлять. Хотите, с мобильного зайдите. Хотите, с компьютера зайдите. Данные внесли, свои, скажем, да. И заплатили кредитной карточкой, на почту пришло письмо, это и есть ваша страховка. То есть не надо никуда бегать. Плюс на финанс собраны все топовые страховые компании. И там очень удобно сравнивать цены. И вы можете выбрать себе франшизу. Нулевую франшизу, к примеру, да. Это будет страховочка немножко дороже. Но при этом, если будет ДТП, вообще ничего не платите. Либо можете поставить франшизу 2500. Это если вы попадете в ДТП, вы платите 2500, и все остальное платит страховая компания. Но при этом страховка будет немножко дешевле. Но тут выбирать каждому свое. Я лично выбираю всегда нулевую франшизу, оформляю, чтобы уже, как бы, там, они настолько дороже стоят. А при ДТП, по сути дела, будет дешевле. Ну, это такое, выбирать вам. И плюс по моему промокоду, INS10, на любой полис, купленный находит на финанс, будет скидкой 10%. Кому будет интересно, зайдете, посмотрите, оформите. Ссылочка, как обычно, в описании к видео, я продолжаю дальше. Вот смотрите, ребята, здесь, видите, главное поворачивает налево, но здесь всего одна полоса. И с нее и прямо люди едут, и направо, и налево, здесь никаких недопониманий не будет. Вот машина единственная, вот эта должна была мне уступить дорогу, конечно, по помехе справа. Но такое дело. И вот дальше здесь, помню, был перекресток, главное поворачивало налево. И здесь как раз, видите, три полосы. Но сейчас доеду, если там ничего, конечно, не переделали. А не, ребята, смотрите, поставили все-таки здесь знаки направления по полосам. Видите? Крайний левый налево. Со среднего прямо и налево, и с крайнего права только прямо. Вот так оно должно быть. Вот видите, как организовано? Вот это правильно организовано. Чтобы люди все понимали четко. Тут нет никаких разногласий. Все, я показываю левый поворот, и я еду в направлении главной. Кто заходит со второго ряда, они заходят во второй ряд. То есть здесь все хорошо. Сейчас в обратную сторону проеду, посмотрю, что в обратную сторону получается. И вот то, что я вам показывал только что на этом перекрестке. Если бы здесь не было знаков направления движения по полосам, налево можно повернуть в направлении главной только с крайнего левого ряда. Вот если знаки есть, тогда да, можно с двух рядов это сделать. Ребята, вот если ехать в обратную сторону, смотрите, главное направо, но знаков в направлении движения по полосам нет. И казалось бы, это Т-образный перекресток, можно поехать только направо. И вот вам уже тоже спорный момент. Сейчас тут на аварийке стану. Вот смотрите, ребята, в чем здесь может быть конфликт. Кто считает, как раз вот люди, которые считают, что они с любого ряда могут в направлении поехать главной. И вот, к примеру, вот черная машина сейчас, видите, налево поворачивает. А она вдруг возьмет и с левого ряда пойдет в направлении главной направо. А со среднего ряда кто-то возьмет и пойдет налево. И у них получается этот сюда, этот сюда. Вот там уже ДТП. Если бы здесь стоял знак движения только направо. Вот смотрите, со среднего ряда, то, что я и говорил. Вот машина, вот и вторая машина. Вот они со среднего ряда заходят налево. И кто-то бы сейчас с левого ряда пошел бы направо по главной. Вот там уже конфликт, вот там уже ДТП, вы поняли? И вот если движение разрешено только в одном направлении, здесь бы стоял знак, движение только направо, тогда здесь можно поворачивать с любого ряда, вообще с трех полос, просто повернуть в направлении главный. Ребята, ну давайте еще раз этот перекресток проедем, он довольно-таки крупный, главное направо, и есть три полосы. По правилам нужно занимать крайнее правое положение, но удобно здесь ехать реально со среднего, маршрутки в правом ряду стоят, как по правому проехать. Но, что определяет вот этот момент, вы понимаете, что с правого нужно ехать, мы едем со среднего, типа удобно, а что с левого тогда не поехать направо? То есть в направлении главный можно же вроде как поехать, но это ж тупо, вы же сами понимаете, что с левого ряда пойти направо, даже в направлении главной здесь, это будет тупо. Потому что здесь многие со среднего ряда просто едут налево, и будет просто ДТП. Но опять же таки, вы берете максимально ближе к правому краю, вот если он правый ряд запаркован, вы берете максимально ближе к правому краю и поворачиваете направо, то есть получается как со второго ряда. То есть это при условии, что правый ряд весь запаркован, понимаете, какой момент. Или вот здесь, смотрите, вот тоже главное, поворачивает направо. Мы должны занимать крайнее правое положение, но оно занято, поэтому мы заходим максимально ближе к правому краю, мы вот заходим вот так, и если тут, и тут, кстати, одна полоса за поворотом, если вот со второго ряда будет заходить, мы здесь просто не влезем. Но опять же такие, поставьте просто знаки направления движения по полосам, как в одну сторону они же поставили, и все четко, и все понятно. Поставьте также в другую, и все, никаких проблем, никаких спорных ситуаций, никаких разногласий, все четко, все понятно. Ну в общем, ребята, что я могу сказать, при повороте направо, налево, по главной, смотрите кто куда едет, потому что есть люди, которые учили правила давно, они помнят одни правила, скажем, им по одному объясняли. Кто учится сейчас, им объясняют по-другому. Идет конфликт времен, потому что по-разному люди учились. Одни с одной стороны право, их так научили, другие по-другому едут, потому что их тоже так научили, и как быть. Поэтому смотрите за всеми, кто куда едет. Ну в общем, надеюсь, информация вам пригодится. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока.